Здравствуйте! Сегодня подводим итоги уходящей недели. Обсудим, как южнокорейский президент извиняется перед своими гражданами, как венесуэльский президент реагирует на требования оппозиции, а также о новом этапе борьбы с изменениями климата. Южнокорейский президент старается мирно урегулировать скандал, возникший вокруг нее и ее подруги Чхве Сунсиль, которая оказалась дочерью ныне покойного основателя одной из религиозных сект, что еще больше усугубило ситуацию в стране. Президент Южной Кореи Пак Кэн Хэ эмоционально извинилась из-за скандала с ее подругой, которую подозревают в попытках за деньги влиять на решение руководства страны. «У меня сердце разрывается», заявила глава государства в своем телеобращении, заверив граждан, что она готова отвечать на все вопросы следователей. Также Пак Кэн Хэ признала свою ответственность за то, что ее подруга получила доступ к документам государственной важности, но отвергла предположение, что Чхве Сунсиль каким-либо образом связана с религиозной организацией, основанной ее отцом. Напомним, что недавно стало известно, что близкая подруга президента Чхве Сунсиль, которая не имеет никакого отношения к госслужбе, редактировала текст ее выступлений. Следователи предположили, что президентская подруга участвовала в управлении страной. Это стало настоящим политическим кризисом с акциями протестов граждан Южной Кореи. На фоне этих событий Пак Кэн Хэ провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря. Венесуэльская оппозиция выдвинула президенту страны свои требования. Николасу Мадуро необходимо в ближайшие дни объявить о подготовке к выборам и начать выпускать арестованных активистов. Срок выполнения условий Мадуро дали до 11 ноября. Если требования выполнены не будут, активисты вернутся на улицы столицы с митингами и акциями протеста. Оппозиционеры добиваются референдума об отставке Николаса Мадуро или же подготовки к следующим президентским выборам в начале 2017 года. Однако пока венесуэльский президент не спешит идти на поводу оппозиции. Более того, на своей страничке в соцсети Facebook вчера он опубликовал видео, где танцуют под латиноамериканские мотивы с призывом все делать правильно, на благо общества. Необходимо забыть о ненависти и обидах, подчеркивает Мадуро в своем сообщении. Ранее стало известно, что 1 ноября оппозиционный парламент страны приостановил разбирательство в отношении Мадуро. Парижский договор о климате вступает в силу. С ним связаны основные надежды в борьбе с глобальным изменением климата. Документ вступает в силу для всех стран, присоединившихся к данному договору. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарек сообщил, что к настоящему моменту соглашение ратифицировали 96 государств. За последние дни необходимые документы внесли Дания, Индонезия, Республика Корея, Саудовская Аравия и ЮАР. Парижское соглашение сменит киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году. Условием для вступления документов в силу была ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% общемирового объема выбросов парниковых газов. В отличие от киотского протокола, Парижское соглашение учитывает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития. И на сегодня у нас все. Наша команда желает вам хороших выходных. До встречи в понедельник на Дукаскопе ТВ.